В цигуне очень важно определиться, то есть, в целом, зачем я это делаю, и что именно я буду делать в этот момент. Если вы это выберете, как бы нотируете сознание, то ваша практика просто будет более эффективна. Как и во всем другом. Она не отличается, это другая же практика, как любая сфера любви человеческой деятельности. Потому что, может быть, если я это не сформулировал, я буду сейчас заниматься цигуном, а в это время я думаю о работе, об отношениях, о чем-то еще. Во что превращается моя практика цигун? Она теряет свою эффективность. Вот в чем дело. Мне надо точно знать, чего я хочу. Вот сейчас, в это время, чего я хочу и что я буду делать. То есть, первое, это намерение. И поэтому, если даже вам кажется, что вы точно знаете, даже пришли на занятия, вы можете без намерения это делать, да? То есть, вы будете постоянно отвлекаться, и ваша энергия будет постоянно рассеиваться. Поэтому надо собрать это намерение и точно сказать, я вот хочу сделать вот это. Даже если вы не умеете это делать, нужно тренировать намерение. С этого все начинается. Потом, когда вы делаете уже это, нужно еще более осуществить и сказать, что вот сегодня я хочу убедиться, что энергия там пребудет в печени, в почве. Из всех упражнений вот это самое важное. Или вот на это хочу обратить, на дыхание, на что там, на выдох, например. И вы уже фокусируетесь. Теперь, когда я это сформулировал, я делаю эту практику, я должен чувствовать, что это начинает происходить. Я это уже делаю. То есть, я вот это вот точно хочу, и вот это я делаю. И оно связано с тем, что я наметил. То есть, в процессе вы должны сфокусировать то, что это уже происходит. Не когда-то произойдет, может быть. Оно происходит. И третий шаг, это когда вы закончили практику, нужно почувствовать. Женщинам это проще бывает, но не важно. Вот, например, что бы вы почувствовали, если бы это произошло? Да? Это произошло. Все равно же, как это чувство возникает. Вы же для чего это хотите? Вы хотите только того, что вы внутри себя как-то знаете. Вы не можете хотеть того, чего вы внутри себя не знаете. Теперь, когда вы представляете, что вы этого получили, что вы почувствовали? И вот в конце нужно обязательно почувствовать, что это произошло. Например, если я хочу сегодня заниматься цикундом, чтобы поправить почки. Я говорю, я сегодня буду делать практику поправить почки. Вот человек точно знает, мне надо точно поправить почки. Теперь я делаю эту практику. И вот я делаю, и все, процесс происходит. Мои почки улучшаются. Что бы я ни делал, это почки улучшаются. И когда я закончил, я должен сказать себе. Не сказать, но как бы понимать, зачем. Что я хочу в результате того, что у меня улучшатся почки. То ли они перестанют болеть, то ли там температура уходит, то ли еще что-то. Ну, к примеру, как бы я чувствовал себя, если бы почки были здоровы. То есть, что я хочу, когда это произошло. Да, например. Или я хочу улучшить отношения. С тем, чтобы они были гармоничные, близкие, теплые и так далее. Я же знаю примерно, чего я хочу в конце. Правда? Я могу сказать, я делаю циклон, чтобы продышаться, и чтобы отношения у меня стали лучше. То есть, я точно знаю, чего я хочу. Теперь я это делаю. Когда я это сделал, теперь это произошло. Как я чувствую? Вы почувствуете, что сердце сразу взрывается. Оно знает, чего хочет. Правда? И вот, когда вы эти три действия делаете, и практику любую таким образом делать, неважно, секунды вы делаете, или что-то другое делаете, оно начинает работать. Оно начинает очень сильно работать. Проблема в том, что обычно люди об этом забывают, или не вырабатывают вот этой способности, четкой, ясной концентрации. Это вырабатывается в медитативной практике вообще. То есть, медитация помогает этому настраиванию. И если это происходит, все происходит очень быстро. И все теперь зависит от того, насколько хорошо вы это делаете, насколько ясно вы знаете, чего вы хотите. Насколько вы включаетесь в то, чтобы это происходило и происходит. И насколько точно вы в конце ощущаете, что это произошло. И когда вы ощутили, что это произошло, вам не нужно проверять, и произошло это время. Вы можете заниматься другими делами. Вы уже активизировали в себе очень тонкие, важные энергии. Это уже раздел Шемингу, то есть Дух. Дух начинает свою работу в подсознании. И он знает лучше вашего ума, что должно там произойти. И эта работа происходит не только внутри вас, она начинает происходить в пространстве. Потому что все связано. Продолжение следует... Дух Sочнойوج. Удачная griqua. Продолжение следует...